Вопрос, наверное, который волнует всех, это как война закончится и когда. Точнее, когда, давайте, не война закончится, а когда наступит победа Украины. Да, ну вот смотрите, я предложу свой четвертый вариант, который не только мой, мы пришли в моих аналитических программах к этому выводу. Я все-таки считаю, для того, чтобы форсировать процесс окончания войны, понадобится невероятное усилие. Да, оно сопряжено с какими-то военными успехами украинской армии, там на Херсонской, например, но главным все-таки будет, анализ показывает обоюдное и Украины, и Запада решение о членстве в НАТО. Надо принять Украину в НАТО немедленно, без ПДЧ, как это было сделано с Финляндией и Швецией, без обязательства НАТО принять непосредственно своими вооруженными силами участие в боевых действиях на Востоке. Украина сама справится, на Востоке и на Юге. Что это тогда дает? А это дает, во-первых, другой тип отношений с вооружениями, по части вооружений. Это дает совершенно зонтик от ядерного удара. Вот это она точно дает, если вы ударите по стране НАТО тактическим ядерным оружием, но мы ничего не можем сделать, мы по вам тоже ударим тактическим ядерным оружием. Если вы примените химическое оружие, мы по вам тоже ударим тактическим оружием. Это дает еще и поддержку другого уровня. Мы вот видим, как Финляндия и Швеция сейчас бросились помогать с обещанием поставить ракеты. Я думаю, это в случае Украины может привести к созданию зоны безопасности НАТО. А потому что страны-члены НАТО, они на западе Украины могли бы создать такую зону безопасности для беженцев, накрыть ее ПВО и создать эту безопасную зону без относительной реакции Москвы. Но начать нужно именно с принятия Украины в НАТО. Вот мое глубокое убеждение. Теперь, когда она закончится? Я думаю, что это неблагодарное дело прогнозировать, вообще неблагодарное, но я думаю, что и это лето, и осень она точно продолжится. Потому что признаков ее окончания пока мы очевидных не видим ни со стороны Украины, ни со стороны Москвы. Только когда мы обнаружим эти признаки, тогда можно будет более определенно сказать, как она может закончиться. А кончится она все равно переговорами. Это мое мнение. Только вопрос, с позиции силы будет выступать Москва или с позиции силы будет выступать Украина. В любом случае она не закончится капитуляцией Украины. Вот это я могу точно сказать. Потому что, давайте так говорить, Украина уже одна не осталась. И она, скорее всего, одна не останется. А капитулировать вместе с Западом Украина не может. Украина Продолжение следует...